Мы взяли бодренькую такую историю. Говори, что ты взял. Да, да, взяли бодренькую такую историю. Из Ивана Васильевича Миняя-Перафиса, там есть такая песня «Маруся». Такая очень бешеная, шальная. Ну, посмотрим. Будем стараться. Не апа-папа. Назад, назад. Ох, правильно. Правильно, правильно. Поддержки есть, но ведь поддержки поддержками, там все очень важно. Темп очень важен, настроение очень важно. Синтез из настроения и новых шагов, элементов. Я прекрасно знаю, что это такое. Как это все сложно, какая крепатура, как это тяжело. Новые движения, вывихнутые руки и все остальное. Но, к сожалению, я не могу с собой ничего сделать. Мне все равно приходится выгонять. Хотя мне его жаль. Пошел уже. Поворот. Что ты... Ой, господи, боже мой. Ну, борой сразу. Надо сейчас отрепетировать шаги неправильно делать все. Ирина, можно я выпить чаю? Выпечу. Спасибо. Блин, рука болит. То рука, то нога. Да, водорос. Развалюха. Водорос. Что делать с водоросом? Развалюха. Развалюха, конечно. Все время ноет, ноет, ноет. Что делать? Мы надеемся, что вы с нами. Мы надеемся, что вы знаете, что вы с нами. Мы надеемся, что вы знаете, за кого надо болеть на самом деле. Мы постараемся все-таки нашим номером проявлять ваше внимание. На льду Ирина Лобачева и Владимир Шевельков! Ирина и Владимир тоже в середине турнирной таблицы. Но потенциал у этой пары просто огромный. А песенка «Кап-кап-кап» из кинофильма Иван Васильевич меняет профессию. Задорная мелодия. Манюша прощается, хочу бы он свинить и нежно говорить. И плачь и плачь, Маруся, красавица. Маруся молчит и слезы льет. От грусти болит душа ею. Кап-кап-кап! Из ясный глаз Маруся капают слезы на копье. Кап-кап-кап! Из ясный глаз Маруся капают горькие. Капают! Кап-кап! Капают прямо на копье. С пулченою зимой, опять же под сосной, С любимой у Ванюша встречается. Хочу бы он свинить и нежно говорить. Вернулся я к тебе, рассказаница. Маруся! От счастья слезы льет. Как пусты душа ею поет. Кап-кап-кап! Из ясный глаз Маруси капают слезы на копье. Кап-кап-кап! Из ясный глаз Маруси капают. Странки капают. Кап-кап! Кап-кап! Капают прямо на копье. ПЕСНЯ Хорошая шутка в конце получилась у ребят. И действительно, это поговорка про русских женщин, которые и коня наскаку, и в горящую избу. Ребятам очень многое удалось. Правда, один элемент, с моей точки зрения, они не выполнили. Ну, опоздал немножко Володя, и поэтому Ира решила в эту поддержку уже и не заходить. Бывает такое. Обращаю ваше внимание второй раз подряд, насколько вырос уровень катания у Владимира Шевелькова. Александр Жулин для этой пары сегодня придумал несколько очень сложных дорожек. И Шевельков в этих дорожках шагов ни разу не запутался. Молодец, Александр Шевелькович. Хорошо, Володя. Хорошо, хорошо. Да, молодец. Не по двор? Нет, ну там чуть-чуть просто сразу же много перебежки какие были. Они там нигде не сбились, ничего. Молодцы. Ты заняться хочешь? Да, да, сразу же перебежки начались. С Шевельковой никто не сравнится. С ним на льду Лобачева-цариста. С ним на льду. Не было большого отца у Милников оценки за технику. 5-9. 5-9. 5-9. 5-9. 5-9. Средний балл 5,9 баллов. Оценки за артистизм. 5-9. 5-9. 5-9. 6-0. 6-0. Средний балл 5,94 балла. Общий балл 11,84 балла. Ну, не знаю как судьям, а мне крепостные понравились. Развеселили царя, развеселили. Светлана Сергеевна, естественно, вопрос к вам. Все-таки на льду катался ваш гардемарин. Ну, мне бы и хотелось, чтобы катался он под нашу музыку, где он, так сказать, 4 серии скакал на конях и дрался под собой. Поэтому у меня вот, как-то мне казалось, он там более элегантнее выглядел. И только поэтому вы не поставили высоких оценок? Ну, не надо говорить так печально. Почему высоких оценок? Просто они вот на одну десятую как-то мне показались поменьше. Вот и все. Все впереди. Они же впереди. У них все будет. Все получится. Хорошо. Пожалуйста. Спасибо. Я, с твоего позволения, хотел задать один вопрос. Дело в том, что я случайно, когда стоял в коридоре, ребята проходили мимо меня, и я услышал, как Ира Володя говорила, не надо ничего менять за 5 минут до выхода на лед. А Володя, как опытный искуситель, говорил, да ты что, будет гораздо лучше. И у меня вопрос, поменяли такие или нет? Поменяли. Супер. Я должен сказать, что если бы вы выступали первыми, я уверен, вы получили бы 6-0. Но поскольку перед вами были две пары, которые катались просто чуть-чуть легче, чуть-чуть вот у них как-то все получалось слаженней, но это ни в коем случае не умаляет того, что сделали вы, потому что это было смешно, а это самое дорогое и трудное в исполнении. Спасибо вам огромное, вы получили огромное удовольствие. Татьяна Анатольевна, правильно сделали, что поменяли? Это очень хороший и очень техничный танец. И оценки очень высокие. И очень хорошие, и достойные этого проекта. А ты все время спрашиваешь и спрашиваешь, почему так мало? А я ничего вам, братанки, не говорил, Татьяна Анатольевна. Не спорьте с царем. Классный. Да, с царем не буду. Потерплю немножко. Поставила 5-9 только за то, что три раза подсечки сделали с разных ног. Они не могут отказаться, потому что Саша не без глаз, он, так сказать, видел. Вообще танец очень хороший, и они в нем были очень хорошие. Но мы здесь ведь не только судим, но и сравниваем. И поэтому при сравнении все равно это будет 5-9. Очень высокая оценка. И очень хороший номер. Очень хороший. Ребята, какие вы молодцы, как вы весело, как вы озорно катались, расстроились из-за оценок. Ирочка, скажи. Ну, честно говоря, нет. Татьяна Анатольевна действительно сказала правду. У нас были ошибки, ну, технические ошибки. Да, согласна. Но артистизм судить судим. И жюри, и публики. На самом деле, то, что мы слышали после окончания нашего танца, вот... Реально. Это реально. Реальная благодарность. Благодарность. Мы для этого и работаем. Ну, я согласна. С подсечками там были шероховатости, были ошибки. Но с актерским мастерством, со стороны актерского мастерства, там же все было прекрасно. Мне кажется, ну, даже, может быть, и не очень правильно было бы сравнивать вот предыдущий номера с вашим. А, Володь, скажи. Я могу сказать одно. Я сегодня в этом танце, когда мне сказали сейчас, что подсечки были не с той ноги, сегодня я не думал о том, что делают ноги. Надоело? Вот ответ. Нет, ну, значит, было настроение. Значит, я был как-то... Я думал не об этом. Я думал о том, что все будет отлично, и я отправлю ее на войну. А сам поем. Я даже понимаю, откуда это было настроение. Потому что ты сегодня катался под пристальным взглядом Светланы Дружининой. Я думаю, что я и явил все-таки. Несомненно. В любом случае, спасибо вам огромное. Удачи, удачи и удачи.